очень интересная расцветка в этой розы самый краешек лепестка буквально срез такой ярко-розовый а в глубине цветок голубой ну такой голубой какой только может быть у розы например здесь моя камера видит цвет более или менее правдиво только если я поднесу поближе здесь например тоже розовый краешек голубой голубая неизнанка все остальное так еще хожу и любуюсь своей колючкой вот этой красивой очень высокие цветоносы буквально мне вот по плечу почти что такие цветоносы шикарные цветоносы в этом году еще она и разветвляется чего раньше не наблюдалось цветоносы внизу не так чтобы совсем уж внизу веточки красиво очень мне нравится это растение вообще влюбилась в него еще у меня начинают начинают зацветать анжелики так но на это еще только раскрывается вот это вот это бутон только начал раскрываться надеюсь что есть фокус ну а дерево василизник тоже сейчас в шикарном цветении прибывает вот поближе ой зацепился за соседа ну отпусти так цветки оторвались вот но все знают в россии растет это растение опора там такая хоть и длинные эти опоры но они не смогли удержать дерево василизник я назвала вроде тень создает но вот этому забыла вот ему нужно больше тени благодаря тому что сегодня морозит какой-то дождь он буквально летает в воздухе вот и только поэтому не повис вниз головой а то было очень жарко и все это висело такой обмякший розочка чудесная с мелкими цветками эта роза это мини роза но она в открытом грунте всегда такая высокая и сильнее мучительно становится так начали уже цветоносы развиваются уже вам цветочки появляются но слава богу они сейчас еще маленькие она той гортензии уже очень большие цветы но еще это тоже не матерые цветки ждем скоро замедляют красивый большой куст другой мой другая моя гортензия например вот голубая голубая и рядом я соседка возможно тоже будет голубой здесь голубой а здесь розовый оттенок ой жаклинзи при красивые золотистые тычинки красивая розочка очень люблю но болевая очень болевая так также лилия дерево из лилий огромные стволы цветки цветки правда не самые большие ну в общем тоже роскошные мне нравится когда они светятся москвой но сейчас не тот свет чтобы светиться ну в общем будет красиво монарда монарда в расцвете вот тут ромашки переплелись с гортензией так здорово получилось это ромашка сама выбрала себе это место она росла там в стороне ей нравится тень но запустила свои побеги в эту сторону вот под кустом буквально теперь одно корневище на двоих не отделить уже может кто в теплом климате живет нужно иметь ввиду что это капризные растения этот лохматый ромашка очень любит под гортензией быть очевидно совершенно что и нравится кислый грунт потому что там кислый так а еще ой о лидии нравится запеклись цветы очень жаль ооо какие мало того что буреют так еще и испеклись было очень жарко ой вот оно цветок анжелики 1 это растение болело в начале сезона теперь с ним все в порядке полечила я конечно вот так дальше вот малыш по-моему это афиопогон или как-то так да руки грязнущие потому что не отмываются такие маленькие как ландыши необычно очень много цветов цветоносов на нем на этой кучке а это уже афиопогон только другой не расползается совершенно не агрессивный уже года три или четыре но и этому тоже но они вот сколько занимали место почти столько же и есть так вот этот так жалко убирать его у меня есть подозрение что он болен что у него пестра ли и вот здесь виднеются всякие полоски несимметричные бессистемные вот наверное надо убрать но это не самое главное что я хотела показать вот вот мой любимый лилейник мельвет айс а рядом больной флокс мне хочется чтобы вот это растение было рядом с моим любимым лилейником но и тут и другую я теперь боюсь трогать пересадить бы вот этот пересадить сюда поближе так у меня появилась появилась новая эхинация так все еще цветет очень долго релизия с красивейшими цветочками но второе цветение вторая волна с мелкими цветками первые были крупнее так также запекались цветочки но не очень сильно но все-таки на этой гортезии роскошное цветение огромный куст стал красивый это только вот с этой стороны он еще на ту сторону со стороны забора и красиво цветет лилия еллоин длинные цветоносы завалились немного в эту сторону потянулись почему-то сюда такая красивая а рядом с ней лопчатник или лопчатка как правильно вот вот опять же здесь гортензия а какой красивый цветонос таких цветков я не помню на ней тоже я под ней землю раскислила в прошлом году так стахирус разлегся он совершенно ой как красиво да может по обрезать ему ветки жалко так все еще долго цветет а астранция долго цветет а этот куст как-то очень жалко выглядит в этом году розочка так вот еще один лилейник старый уже пересажен пару раз очень интересный цвет игра цвета как бархатный так опять же новый лилейник с большими цветочками вон какие цветочки большие мне очень он нравится огромные цветы название было потеряла и так же новый лилейник дэнсин без жираф вот это уже завязший цветок а вот это вот распустився новый вот а это я забыла как зовут не цветет и все тут должен здесь уже несколько лет не цветет так и покажу еще одно растение это лиле родом из Африки это второй ее год у меня в саду была одна луковица встала пять цифтанусов видимо пять луковиц сейчас ближе ближе вот этот такие вот зеленые цветочки где ее флажок я не знаю он был когда-то здесь но мои куры копают все и закапывают флажки эти маркеры маркеры вот такая зеленая лилия вот рябина под тяжестью своих плодов развесилась просто стала гигантская у нее у нее похоже две разного сорта рябины вот этой вот плодоноси значительно позже ой какой красивый цветок большой эхинацея с подкручивающимися лепестками здорово и они смотрят вниз что мне тоже очень нравится вот мы